Учитель много знает, он очень многое даёт, и учит не только в школьной программе, учит ещё и каким-то жизненным опытом, даёт наставления. Сколько школьников, столько и учителей, потому что каждый ребёнок смотрит на наставника по-своему. Кто-то считает, что хороший учитель должен уметь находить общий язык со всеми в классе. Кто-то уверен, что он должен быть непременно добрым и терпеливым. Третьи убеждены, что главное – знание. Самую важную роль сыграл мой первый учитель начальных классов – Галина Григорьевна Григорьева. Учитель сельской школы. Вот она – эталон учителя для меня на всю оставшуюся жизнь. По-разному мы относимся к своим учителям, но только потом, по прошествии времени, ты понимаешь, что такое был для тебя твой и первый учитель, и классный первый руководитель. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» на днях вместе со своими коллегами побывал в 25-й фосагрошколе. Здесь он вспомнил и своего первого наставника, и порадовался за нынешних школьников. Гостей учебного заведения объединил Международный день учителя, который вместе с россиянами отмечают жители более сотни стран мира. В каждом классе, в каждой школе, вузе или колледже честовали педагогов. В 25-й школе в этот день по традиции устроили настоящий концерт, а поздравления лились рекой, как ответ отличника, выучившего урок на зубок. Учитель, сколько сказано для вас слов благодарности и слов признания. В день этот понимаешь каждый раз, что не профессия учитель, а призвание. О героях торжества в этот день говорят возвышенно и торжественно. Ведь учитель – это друг, который в сложную минуту поддержит и даст совет. Он может быть строгим или веселым, но всегда в своем сердце, будто прометей, несет огонь знания и помогает находить жизненные ориентиры. У нас очень много не только тематических уроков, которые посвящены, например, вклад химиков в победу в годы Великой Отечественной войны. Даже ты своим поведением, даже фразой порою, неосторожно брошенной фразой, где-то ты формируешь отношение ребенка к действительности. И ты не можешь оставаться в стороне, допустим, от сегодняшнего времени. Ты все равно свою точку зрения высказываешь детям. И на своем примере ты их учишь патриотизму и отношению к современному событию. Ветеран педагогического труда Евгений Кошечкин, проработавший в 25-й школе более 20 лет, уверен – от учителя многое зависит. И ему важно идти в ногу со временем, быть настоящим другом для подопечных, уметь говорить с ними на одном языке. Сам учитель должен совершенствоваться, более быть современным. Учитель – всегда учитель, когда он учится. Если он перестает учиться, он уже не учитель. Но, пожалуй, одно из самых главных качеств педагога – любовь к детям. Независимо от их поведения, успеваемости и возраста. Так считает каждый учитель фосагрошколы. С пятыми классами интересно в том плане, что они непосредственно, они дети. Они, образно говоря, заглядывают тебе в рот, смотрят. 11-й класс, они не всегда соглашаются с тобою, они стараются доказать свою точку зрения, и этим они интересны. Дети всегда остаются детьми, они точно такие же. Они непосредливые, они любознательные. Порою они шаловливые, непослушные. Но это дети. Детей надо любить такими, каковы они есть. Благодарности и признание – ценные подарки к празднику. Но и без вещей материальных не обошлось. Представители Балаковского филиала АО «Апатит» преподнесли коллективу школы цветы, огромный торт и картину, чтобы учителя знали и помнили, что и у них есть надёжные друзья.